Всем тихой ночи. Самое главное во вселенной Бэкрумс это определенное чувство, чувство лиминальности, на котором она и основана. Про него я делал видео на другом канале, где объясняю, что это такое. Ссылка в описании. Некоторые уровни за кулисьей пытаются следовать этому чувству, некоторые нет. А есть такие, весь смысл которых в том, чтобы заманить человека в ловушку, созданную из его собственной ностальгии. Попасть на такой уровень непросто. Первый уровень, где есть ловушки ностальгии, имеет номер 70, что довольно далеко от поверхности, хотя есть небольшой шанс найти этот уровень буквально сразу. Некоторые люди попадают туда прямо из самого начала, со второго уровня, найдя в нем дверь с надписью 70. Попадая на этот уровень, путник видит большое складское помещение, со множеством боковых коридоров. Выживание тут не представляет каких-то сложностей, но по какой-то причине постоянных жителей и людей тут нет. Это возможно связано с некой неизвестной сущностью, встреча с которой никто не пережил и потому не описал. Так что рекомендуется все же покинуть уровень при первой возможности, выйдя через находящуюся в постоянном месте дверь, синего цвета, которую невозможно пропустить, если двигаться по главному коридору. Известно, что на этом уровне обитает небольшое количество существ, которые забираются сюда из других уровней, и встречи с ними маловероятны. А даже если такая встреча происходит, можно будет спрятаться в складской ячейке, где в том числе найти полезные припасы и пересидеть опасность. Однако именно в этих ячейках искрыто особое коварство данного уровня. Не стоит брать все ценные и интересные вещи, которые там можно найти. Рекомендуется брать только типичные для закулисья предметы, типа бутылок с миндальной водой, ну или банок с воспоминаниями. Они тут возможно могут действительно пригодиться. Особенно опасны предметы, которые сильно выбиваются из окружающего пространства и вызывают странные чувства. Это может быть старая игровая приставка, подключенная к телевизору, со вставленным картриджем, с любимой в детстве игрой. Или книга, которую путник когда-то давно читал, и она повлияла на него особенно сильно. Возможно, это будет музыкальный диск, или даже кассета с любимой группой. В общем, что-то такое, что способно вызвать чувство ностальгии. Если смотреть на эти вещи, они начинают постепенно затягивать воспоминания, связанные с этим предметом. И это верный признак того, что пора бежать. Это явление получило название «ностальгическая ловушка», и она способна неизвестным образом нанести вред попавшему в неё человеку. Это может быть и тяжёлая травма, и даже мгновенная смерть. Некоторые всё же выживают после контакта с этим явлением. Тогда их, как говорят, утаскивает существо, которое, впрочем, никому толком так и не удалось описать. Да и не совсем понятно, есть ли это существо само по себе. Но ведь кто-то должен наносить травмы жертвам. Сама жертва обнаруживает себя в крайне странном месте, очень похожем на повреждённые компьютерные изображения. Видевшие всё это своими глазами, описывают свой опыт, как если бы ты попал в повреждённый жёсткий диск, разрушенный под весом данных, хранящихся в нём. И временем вокруг тебя плавают какие-то данные, таблицы и изображения. Поначалу кажется, что из них что-то можно понять. Как будто бы что-то очень важное для тебя. Но ничего из этого никак не складывается в целую картину. Самое неприятное тут, впрочем, не потеря ориентации во времени и пространстве, а то, что разваливаться, начинает также и сознание путника. Потому покинуть это измерение могут люди только с достаточно крепкой психикой. Те же, кто поддаются влиянию этого места, растворяются в нём и становятся его частью. Поговаривают, что такие люди считают, что они попали в рай и живут в полнейшем блаженстве. Но стоит ли оно того? Всё это рассказала некая Айли, которая побывала в 404-м и вернулась обратно. Айли всю жизнь трудилась в бэкрумсе архивистом, помогая выжившим людям не потеряться в закулисье. Да, тот самый сайт, на котором описаны все уровни, по лору доступен по Wi-Fi в большинстве мест этой реальности. Впрочем, привычка Айли ковыряться в разного рода данных помогла ей понять этот уровень и найти из него выход. Впрочем, вернулась ли она на самом деле? Вот это ещё вопрос. Ведь через какое-то время девушка снова просто пропала, оставив после себя только горстку трёхмерных артефактов, висящих в воздухе. Другие, выбравшиеся из этого уровня, тоже со временем пропали. И что было с ними дальше, сказать сложно. Продолжают ли они своё существование или растворяются в небытие? Вопрос этот интересен и неоднозначен. Есть теория, что со всем этим связано существо под названием Ностальжик Аус, или просто Сущность номер один. Изучение записи людей, побывавших в 404-й, показало, что в нём существует некая сущность, которая на физическом уровне представляется людям в виде античной статуи, подсвеченной неодовым светом. По описанию, трудно сказать, что она вообще делает, но, судя по всему, помещает человека в реальность, полностью состоящую из его ностальгических воспоминаний, в которой есть все те, о ком человек скучает. Считается, что сущность питается человеческими воспоминаниями, поглощая, которые поддерживают свою жизнь. При этом начинает питаться существо далеко не всеми. Тех, кто начинает правильно догадываться о природе существа, оно сразу убивает. Возможно, это такой механизм самозащиты. И именно этим обусловлены смерти попавших в ловушку ностальгии изначально. Тех же, кто видит в каменной статуе не просто монстра, а какого-нибудь родственника, или божества, или что-нибудь ещё. Существо уносит в своё измерение, где медленно поедает. Поедает не плоть, а воспоминания. И человек, насыщенный воспоминания которого заканчиваются, попросту ассимилируется сущностью, превращаясь в её составную часть. Есть даже такая теория, что предметы в ностальгических ловушках сделаны прямо из таких людей. Однажды, один из гостей уровня 404, которому удалось вернуться, сказал, что теперь статуя очень похожа на саму пропавшую Айли. Похоже, что сущность не только впитала её, а слилась с её личностью, создав амальгаму человека и мистического существа. Её эффекты несколько изменились. Человек, находящийся близко к ней, теперь ощущает чувство безысходности и горя. При этом это существо просит само поскорее покинуть его, чтобы путник проникся этими деструктивными ощущениями как можно меньше. После этой находки изменилось ещё кое-что. Большинство ностальгических уровней стали безопасными, и в них появилась возможность постоянно жить. Большинство из тех, кто попадает на 404 уровень, не пропадает навсегда, а просто выходит теперь на уровень 200. Уровень 200 отличается от других тем, что он практически полностью безопасен. В нём невозможно встретить сущности или ловушки. Человек, который попадает на этот уровень, сразу видит бесконечную улицу с невысокими домами, совершенно спокойную и даже смутно знакомую. Чем больше смотришь на эти дома, тем больше кажется, что это прекраснейшие из всех городов, и каждый угол кажется каким-то очень знакомым. Тут живёт около 4000 человек. Всё это очень приветливые и хорошие люди, достаточно вежливые, чтобы не обращать внимания на то, что тело путника рассыпается и растворяется в воздухе. Да и они сами такие же. Вот некая миссис совсем плоха. Её тело разделилось на две части, и похоже она разваливается, но она не слишком переживает. Тут есть небольшая забегаловка, в которую ты, кажется, ходил в студенческие годы, или даже в старшей школе. Кажется даже, что это именно то место. Всё хорошо знакомое. Кстати, школа тут тоже есть, и в ней даже можно посещать уроки, прямо как раньше. Посмотреть на одноклассников, поволноваться вместе с ними перед сложной контрольной работой, а после чего даже сбежать с нудных уроков. А ещё тут разбросаны все самые лучшие моменты с друзьями, с любимыми и родными. Единственное, что ступать нужно осторожно, потому что тут попадаются лужи гнили, и если обращать на них слишком много внимания, они начнут разрастаться, и занимать всё большее пространство. Главная часть этой реальности – это, конечно же, дома. Гуляя по ней, путник рано или поздно натыкается на такой, какой напоминает его собственный в реальном мире, вне Бэкрумса. Тут есть, правда, небольшая сложность. Дома у всех разные, и часто они выглядят не сформированными. Тут нужно напрячь память, чтобы они приняли законченный вид. Вообще, при некотором усилии тут можно слепить всё, что угодно, хоть полную версию всей своей оставшейся в памяти жизни, и проживать лучшие моменты снова и снова. Единственный минус этого места в том, что его невозможно покинуть, ведь ни одного выхода отсюда неизвестно, да и непонятно, может ли разрушающееся тело путника существовать теперь на других уровнях. Путник тут навсегда. Всем пока.